У нас здесь технологический поток на крестик. Мы будем рассказывать здесь про код, про технологии. Я предлагаю начать. Всем привет. Всем привет. Как вам релиз? Как презентация? Мы сами в шоке, честно, от некоторых вещей. Как Олег сказал, будет у нас эстафетка, такая из четырех докладов. Это то, что мы не стали делать какими-то большими, огромными вступлениями, а разбили на четыре части. Ну и вкратце сейчас пройдемся по основным новинкам. Для чего мы их делали, как мы их делали, о чем мы думали, когда их делали. То, что касается самой презентации, которую делал Сергей, я ее сам увидел сегодня первый раз в таком виде, в котором она есть. Поэтому некоторые части у меня будут повторяться, я их буду пролистывать. Начнем с генератора документов. Это тот функционал, который у нас все так давно просили. Мы сопротивлялись какое-то время, но в итоге сломались и сделали его. Сделали мы его по простой схеме. Обычный док-иксовский файл с шаблоном загружаем на портал. Для этого сам генератор документов получает от сущности, от сделки, это может быть даже задача, что угодно в дальнейшем. Получает набор полей, парсит, обрабатывает и на основе шаблона генерирует документ, который можно распечатать, сохранить, отправить по почте либо сконвертировать его в какой-нибудь другой вид. Мы, как уже показывали, сопоставляем список шаблонов готовых. Вы можете сами их добавлять. Это, по сути, привязать к тем сущностям, которым надо, чтобы оно вылазило в контекстном меню. Сам шаблон, это, по сути, док-икс. Это формат Office OpenXML. OpenOffice XML называется. Это зипованный XML файл и набор. Мы его разбираем и, соответственно, делаем соответствующие замены. Сам документ размечен такими вот меточками в фигурных скобочках. Это, по сути, являются, во-первых, это поля самой сущности. Например, для сделки это может быть там дата сделки, там могут быть какие-то параметры сделки. Это могут быть параметры в виде массивов. То есть это могут быть товары, например, когда в сделке несколько товаров. В таком случае, когда парсер встречает такие меточки, он берет всю строчку и начинает эту строчку гонять по циклу, тем самым создавая много-много строчек, столько же, сколько было этих товаров. Другой тип поля от каунтера – это нумератор. Там, где вы можете отдельно задать для шаблона документов формат нумераторов, как он будет выглядеть. И, соответственно, каждый новый счет он будет плюс один делать, ну и, соответственно, в виде показываться. Также эти поля, они позволяют немножко даже попрограммировать в Орде. К каждому полю можно вытащить свою какую-то управляющую команду. В данном случае мы видим, что можно дату, вот date from, можно дату отформатировать в том виде, в котором мы хотим ее видеть в данном документе. Ну и, по сути, это может быть любой. Это может быть договор многостраничный, это может быть коммерческое предложение цветное с картинками. Мы это никак не ограничиваем. Нам главное, чтобы он был размечен и были расставлены нужные поля. А поля, я думаю, особенно управляющие, мы будем развивать, чтобы можно было там и скрывать строчки в случае чего, ну какие-то команды, там и запятые прятать, если нет заполненных значений. То есть со временем мы будем дорабатывать, развивать. Соответственно, когда идет генерация, как я говорил уже, мы создаем предпросмотр, и есть еще возможность в качестве поля указать сразу как бы запрос на неуказанное поле. Мы, например, можем спросить дату, до которой нужно оплатить счет или комментарий к счету. То есть когда парсер видит какое-то поле, которое мы указали, как спросить, мы автоматически предлагаем его к заполнению при генерации, ну и, соответственно, с подставляем его значение в нужное место. Ну и, конечно, для разработчиков мы даем возможность как создавать свои поля через REST, так выбирать места хранения, не в таймлайн, как по умолчанию, а можно выбрать свои какие-то хранилища. Ну и для коробки пока что мы даем возможность создавать свои парсеры, которые разбирают свои форматы. Это может быть хоть PowerPoint, хоть HTML, хоть Excel, там что угодно. Вот, в общем, такой функционал. Он уже в работоспособном состоянии, он уже тестируется в апреле, мы ожидаем, что он выйдет уже на публику и начнет работать. Следующий… Это я мотаю или мне мотают? Следующий большой блок крупный – это B324 магазин. Очень много было показано, вживую показано было, как это работает, очень много функционала уже реально реализовано, это уже, как мы рассказывали, была дилемма у нас сделать простой магазин или сложный магазин, мы там все думали сделать его B324, грубо говоря, стайл, похожий, там простенький, красивенький, няшный, но в итоге все-таки всю чашу ему перевесило, что это надо делать нормальный магазин, полуфункциональный, со скидками, с предложениями, с наборами, со складским учетом, с кассами, в общем, все, что надо для магазина, мы решили, что мы все-таки выпустим. То есть мы возьмем весь бусовский функционал и затащим его в CRM, в B324, и при этом сделаем его, интегрируем, чтобы он работал нормально со всеми сущностными CRM, в том числе с контактами с компаниями. Тоже была дилемма, куда девать заказы. Был вариант, есть у нас в CRM сделки, счета, коммерческие предложения, в магазине у нас есть заказы, и вот эти новые оплаты, отгрузки. Был вариант, что мы сделаем в сделках новое направление, и заказы будут у нас все поступать туда. Оплаты притянем к счетам, ну, отгрузки, понятно, новая сущность. Начали мы долго анализировать, и в итоге прикинули, что все-таки заказ – это и есть заказ. У него есть свои уникальные параметры. Это такое, как пользователь, который оформил этот заказ. У него есть свой персональный раздел на сайте, он там видит-то все. У него есть онлайн-оплата сразу через карточки. Но это совсем другая жизнь. Доставка, совсем другая жизнь идет, обработки его. И поэтому мы решили сделать совершенно отдельный раздел, назвали его «Магазин», где параллельно выложили все эти сущности, которые у нас есть, магазинные отдельно заказы, оплаты, отгрузки. Оно никак не смешивается со сделками. То есть движение туда-обратно есть, вы можете создать из одного другое. Но если идет онлайн-заказ сайта, то он попадает в совершенно другой раздел и никак на сделку не завязан. Ну, там у нас было одно препятствие. Дело в том, что текущий функционал счетов у нас реализован, уже реализован на модуле интернет-магазина, и он уже хранится как заказ в базе данных. Поэтому нам пришлось сделать, скажем так, эвакуацию счетов, текущих в новую сущность, освободить место для заказов. Соответственно, мы переписали счета, мы сделали их также на базе интернет-магазина, слава богу, после нашего рефакторинга. То есть это оказалось достаточно несложно, наследовать нужные классы. Ну и, соответственно, мы получили совместимый функционал, но уже в других таблицах. Итак, интернет-магазин. Это в принципе понятно. Мы создаем интернет-магазин, значит, настраиваем его, загружаем товар, и потом дальше покупатель публикуем, покупатель, значит, выбирает, покупает товар, и в итоге потом менеджер обрабатывает заказ. Соответственно, сам магазин мы сделали на вышедших в прошлом релизе B324 сайтах. Мы добавили туда возможность добавлять блоки, в которых есть уже наши же компоненты. Обычные компоненты, они вставляются в блок, они предустанавливаются в них, параметры, которые нужны. Часть параметров мы даем настраивать с интерфейса B324 сайтов. А так это стандартные динамические компоненты, которые есть уже. Это каталог, корзина, все это персональные разделы. И все это динамика. Больше расскажет Антон сегодня, Долганин, про это. Как это все работает. Ну а собственно нам еще пришлось, мы проанализировали все страницы, которые у нас есть в интернет-магазине в Бусовском. Их там оказалось порядка сотни. И в итоге нам как бы пришлось, сейчас идет там работа, потому что нам надо сделать… Перескочил. Это видео. Пошло видео. Вот. Значит, эти все порядка ста страниц, нам приходится сейчас, мы сейчас в процессе работы адаптировать. Что мы делаем? Мы, значит, переносим их. Мы не стали делать их компонентами. Мы взяли стандартные админовские страницы и адаптируем их под новые списки. Делаем возможность, чтобы открывались карточки, стандартные админские карточки сейчас в слайдере. Соответственно, вот это вот меню, оно переехало сейчас пока вот в таком виде. Оно не знаю в итоге, оно останется там или нет. И вот уже ряд страниц, они уже адаптированы и переведены, скажем так, для использования в интерфейсе BITREC24. Следующая задача, которая перед нами стала, это сделать так, чтобы часть информации, которую пользователь заполняет при оформлении заказа, попала в контакт к компанию, а часть осталась еще в самом заказе. Для этого нами был придуман такой интерфейс, похожий, грубо говоря, как в CRM-форумах. Это когда вы выбираете, какие поля нужно запросить у пользователя при оформлении заказа, и тут же говорите, какие из них куда будут попадать. При этом вы говорите, что контролировать как дубликаты, создавать новые реквизиты, не новые. В общем, такая таблица соответствий, где вы говорите, как будут накапливаться CRM-ные контакты. Про форму оформления ее показали, что в обработке заказа, что она стала с блоком коммуникационным, соответственно, переехала сюда, возможность полноценной работы с товарами. Мы сюда добавили возможность сразу применять скидку при обработке заказа, налог, количество. Видим тут остатки, сколько можно еще закупить. Ну и, как говорили, уже добавили к заказам в магазин, добавили бизнес-процесс. Ну и, конечно, для того, чтобы этим всем можно было управлять в сторонних приложениях, нам пришлось сделать полноценный РЭС для всей работы с заказами, с товарами, с отгрузками, оплатами, статусами. Плюс сделали уже РЭС для платежных систем. Делаем РЭС для служб доставок, чтобы можно было свои интеграции делать. Ну и, соответственно, можно интегрироваться, делать свои роботы для заказов. Ну а дальше эстафету передаю Алексею, который расскажет нам про основные новинки бизнес-процессов магазина. Здравствуйте. Привет. И теперь, как вы понимаете, многие вопросы, которые касались раньше e-commerce и только Bittrex управления сайтом, интересны и для Bittrex 24, потому что Bittrex 24 получил в своем составе магазины и весь функционал e-commerce. Поэтому коротенько о том, что нового появилось. Значит, продолжаем поддержку изменений в законодательстве. 54-й федеральный закон, который всем набил оскомину, но тем не менее мы находимся на финишной прямой. В начале лета будет последняя точка отсчета, когда, наконец, все должны будут печатать чеки в соответствии с новым законом. И, конечно, мы готовы вас обрадовать, что наш Bittrex управление сайтом, а также сейчас и Bittrex 24, полностью соответствует требованиям федерального закона, поэтому никаких проблем с фискальными органами у вас не будет, если вы будете применять Bittrex 24 и, соответственно, Bittrex управление сайтом. Что у нас есть? У нас есть три вида касс. Это бесплатное наше приложение, которое вы можете поставить на компьютере рядом с вашей физической кассой и, соответственно, чеки будут печататься на вашей кассе. Это возможность работать с 1С. И два облачных сервиса. Новая версия API от AllOnline мы поддерживаем теперь. И новый сервис Orange Data, которым вы также можете пользоваться, подключать и пользоваться. Кроме того, мы поддерживаем все ОФД, которые на текущий момент существуют. И мы поддерживаем ФФД. Это формат фискальных документов 1.05. Как вы знаете, в конце этого года формат 1.0 перестанет существовать. И нужно будет всем переходить на новые форматы 1.05 и 1.1. Вот мы 1.05 поддерживаем. Конечно, на этом останавливаться не собираемся. Мы даем широкие возможности кастомизации. Если вас не устраивают стандартные кассы, стандартные виды кассы, мы даем возможность добавить свои собственные кассы в систему. И они будут работать так же, как стандартные. Мы даем возможность вам добавлять свои собственные типы чеков, если вас не устраивают по каким-то причинам стандартные, вы хотите по-другому форматировать данные. Если вам не требуется слишком больших изменений, то не обязательно делать свои кассы, свои типы чеков. Достаточно иногда подвеситься на события. Мы выбрасываем стандартные события в ключевых местах печати чеков и внести какие-то изменения для того, чтобы генерация чеков шла по тому алгоритму, который вам требуется. Одно из самых таких основных событий on-sale check prepare data. Это событие, которое возникает при подготовке данных для печати чека. Соответственно, в нем вы можете поменять данные и чек будет напечатан с немного другими данными, не теми, которые забиты, допустим, у вас в заказе. Далее. Как вы знаете, персональные компьютеры проигрывают битву за пользователя. Уже в мире больше, чем половина заказов оформляется с мобильных устройств, а вовсе не с персональных компьютеров. Это телефоны, планшеты. Я думаю, что в скором будущем это будут умные кофеварки и холодильники-пылесосы. Про холодильники-пылесосы мы вам пока не обещаем, а вот полную поддержку мобильных устройств мы вам обещаем. Каталог и оформление заказа у нас уже поддерживает полностью адаптивный режим работы. И последний этап – это был новый компонент корзины, и, наконец, он вышел в релиз не так давно. Он полностью адаптивный, он эффективно работает как на мобильных устройствах, так и на дистопах без разницы. И под шумок добавлена куча новых возможностей туда. Это и оптимизация скорости работы, то есть он успешно работает как для компаний, у которых средний чек – это парочку товаров, так и для оптовых компаний, у которых средний чек – это сотни товаров. Кроме того, мы существенно поработали над тем, чтобы не падала конверсия на компоненте корзины, потому что это один из самых важных показателей магазина, сколько клиентов бросают корзины и уходят по тем или иным причинам. Что мы сделали? Мы максимально ускорили работу корзины для пользователя, так, чтобы пользователь не видел, как будто что-то там тормозит или не тормозит, время какое-то занимает отклик. У него все это происходит мгновенно, то есть он нажимает на кнопочку изменения количества, он нажимает на кнопочку удалить товар или добавить товар в корзину, и все происходит мгновенно. Почему? Потому что все происходит на JavaScript. Вы спросите, а как же скидки, как же налоги, как же возможно остатки по складам, которые могут уже быть неверными на момент оформления заказа. На самом деле это все происходит, только оно происходит в бэкэнде, и это пользователю незаметно. Идет запрос на сервер и аккуратненько обновляет данные, если это необходимо. А если ничего не изменилось, то и у пользователя актуальные данные сразу готовы. Кроме того, добавлена динамическая подгрузка, то есть если это оптовый магазин, то не нужно ждать, пока загрузится вся корзина, товар будет подгружаться динамически. Есть переключатель, кстати, для оптовых, неоптовых магазинов. Немного разный вид для оптовых магазинов, более сплюснутая карточка товара, для того, чтобы как можно больше товаров помещалось на экран. Что здесь есть в плане кастомизации? Были вопросы, как новую корзину кастомизировать. Здесь была реализована идея, примерно такая же, какая у нас была в каталоге товаров. Когда у нас есть один компонент отображения товара, который используется всеми другими компонентами каталога, и изменяя этот один компонент, вы получите новый внешний вид во всем каталоге. То же самое здесь. Здесь есть один шаблон строки товара, и вот его достаточно менять в шаблоне компонента, и вы будете получать новый внешний вид. Вот здесь приведено сейл баскет баскет, тплейс дефаул, джес темплейт баскет, и темп. Путь длинный, но вот по этому пути лежит шаблон отрисовки каждого товара, и достаточно его менять, и будет новый внешний вид у вашей корзины. Ну и тут некоторая другая информация, которая может быть полезна. Бизнес-процесс автоматизации. Кажется, какое оно отношение имеет к икоммерсу? А между прочим, самое что ни на есть прямое, потому что более эффективная быстрая обработка клиентов, автоматизация маркетинга, это самое что ни на есть икоммерс-задача. Поэтому сейчас расскажу, что нового тут появилось у нас. Из нового, во-первых, полная поддержка автоматизации и бизнес-процесса в новых карточках сущности CRM. Добавились новые роботы, новые действия, появились новые возможности существующих действий, и мы расширили рест, то, что давно нас просили, вот, наконец, некоторые вещи мы реализовали, которые вам требовались. Для начала о новых действиях. Появилось новое действие итератор, давно о нем просили. Суть этого действия в том, что если у вас есть множественные переменные, переменные, которые содержат несколько значений, зачастую хочется перебрать эти значения и для каждого из значений выполнить какие-то действия. Например, у вас есть множественные переменные, которые содержат список ответственных сотрудников за сделку, и вы хотите для каждого сотрудника поставить задачу, проанализировать там что-то, сообщения какие-то написать. И вот появилось новое действие итератор. Вы можете запросить, как на примере здесь показано, через запрос доп.информации, кто будет отвечать за сделку, и потом в цикле по каждому этому сотруднику через итератор выставить ему задание. В данном случае просто влог записывает информация, но в принципе можно было задание поставить или письма написать. Вот новое действие, которым можно пользоваться. Далее. Далее. Был доработан калькулятор. Как вы знаете, у нас в бизнес-процессах есть вычисление выражений. Если свойство целиком начинается со знака равно, либо если у него в тексте встречается вот такая последовательность символа в фигурной скобочке равно, то это считается выражением, и система пытается его вычислить. Причем довольно гибкие возможности вычисления, и арифметика, и скобки, и операции со строками, и операции с датами, включая учет рабочих, нерабочих дней. И вот добавлены некоторые функции, которые позволяют оперировать с числами. Раз уж e-commerce, там чисел много, появились функции округления, отброса дробных значений, копеек, например, функция получения случайного числа добавилась. Когда она может быть полезна? Например, вы хотите сделать равномерное, условно какое-то распределение каких-то величин. Например, у вас один опытный сотрудник, который может обрабатывать много заказов, и один не очень опытный, который меньше обрабатывает новичок. И вы хотите, чтобы заказы распределялись 70 на 30%, 70 на опытного, 30 на неопытного. Вы можете в выражении сгенерить случайное число от 1 до 10, если получилось число от 1 до 3 назначать на неопытного, если от 4 до 10, соответственно, на опытного. На больших числах распределение будет примерно 70 на 30%. Ну, это как бы один из вариантов применения. Кроме того, были добавлены некоторые дополнительные результаты у некоторых действий. Например, теперь каждое действие задания, оно в дополнительных результатах возвращает идентификатор этого задания для того, чтобы можно было его использовать. Как использовать, немного будет дальше. РЕСТ. РЕСТ. Давно просили сделать возможность управления бизнес-процессами через РЕСТ. И, наконец, мы сделали эту возможность, получать список запущенных процессов, получать список шаблонов, которые есть на сайте, запускать и останавливать реальные живые процессы. Кроме того, добавилось действие РЕСТ, которое позволяет выполнять задания бизнес-процесса. Вот, кстати, для этого может быть полезен идентификатор бизнес-процесса как один из вариантов выполнения задания. Далее. Добавилась возможность делать кастомные триггеры. Триггеры, как вы знаете, это способ перевести сущности CRM в какую-то новую стадию. И есть стандартный триггер, вы можете добавлять свои собственные триггеры. Вот написаны РЕСТ методы, которые вам необходимы для того, чтобы это сделать. Далее. Была проведена достаточно большая работа по роботам по усовершенствованию и развитию этого механизма. В частности, была доработана гибкая настройка времени срабатывания, в том числе были добавлены возможности срабатывания не только по календарным дням, но и по рабочим дням. Были добавлены несколько новых роботов. Были добавлены новые интересные поля для документа. Например, телефон ответственного сотрудника. Например, вы можете послать его клиенту, чтобы клиент мог связаться именно с тем сотрудником, который ответственен за эту сделку. Добавлены на поле CRM-формы, из которой был создан документ. Таким образом, вы можете использовать, например, это в условиях и вставлять, выполнять разные роботы в зависимости от того, с помощью какой CRM-формы документ был создан. Много еще было других изменений, уже без картинок, а просто списком. Например, у нас во взрослом редакторе большого бизнес-процессов есть переменные константы, а в редакторе бизнес-процессов, который из роботов открывался, там этих констант не было и переменных. Так вот, теперь они добавлены, можно полноценно использовать. Добавилась возможность менять стадии сделки в любую сторону и вверх и вниз. Добавилась возможность копировать роботы с зажатым контролом, перетаскиванием. На случай, если у вас в разных стадиях один и тот же робот или похожие роботы, чтобы заново не создавать, можно просто перетаскивать. И, наконец, добавилась возможность менять название триггеров и роботов на тот случай, если вы хотите более понятную структуру сделать, чтобы было ее легко читать. Когда это выйдет? Самое интересное, почти все уже вышло. Первый и второй пункт – это то, что уже вышло реально раньше или недавно. Последний пункт – это то, что выходит скоро, оно реально уже на тестировании, это новые роботы, расширение ареста, итератор и переменные константы в редакторе для роботов. Это уже на тестировании, поэтому выйдет довольно скоро. Далее. Сергей рассказывал про новый визуальный конструктор отчетов. Это универсальные оперативные отчеты. Наверное, вы видели вот такую вот штучку в CRM уже. После того, как мы ее сделали, мы поняли, что CRM мало. Хочется такие же вещи иметь и для задач, и для открытых линий, и для других модулей. Причем хочется уметь собирать отчеты на одной странице, отчеты разных модулей, чтобы построить себе пульт управления, допустим, для директора, и на этом пульте он сразу видит, что происходит в компании с открытыми линиями, с задачами, со сделками, следами и так далее. И вот теперь мы добавили универсальный механизм, который позволяет создавать и на одной доске много разных отчетов делать, и разные доски создавать, перенастраивать, добавлять стандартные отчеты, создавать свои отчеты, внешний вид менять. Вот этот новый механизм, который достаточно универсальный. Он достаточно универсальный до того, что у него разделены поставщики данных и разделены отображения. Соответственно, есть широкие возможности кастомизации. Вы можете добавлять своих поставщиков данных на наше стандартное отображение, то есть стандартные виды графиков, но ваши данные на стандартные доски это вешать. И вы можете делать свои собственные отображения на наших данных, если вдруг вас не устраивают стандартные графики и вы хотите какую-то уникальную картинку иметь. Про настройки уже говорить не буду, а скажу про то, что это уже на тестировании, поэтому ожидается, что в скором времени это уже должно будет выйти. Кстати, как вы знаете, у нас минимальная версия PHP повысилась с этого года. Повысилась до версии 5.6. Почему она повысилась до версии 5.6? Вот сейчас такой график у нас есть по использованию версии PHP на коробочных установках. Этот график будет интересен тем, кто делает свои кастомные решения и поставляет через marketplace. Что здесь интересно, это растущие линии, понятно, это семерки растут. Интересно, верхняя фиолетовая линия, это PHP как раз 5.6. После того, как мы объявили о том, что мы прекращаем поддержку 5.3, 5.4 и 5.5, а версия 5.6 вдруг скаканула вверх. Ну, наверное, решили не переходить на семерку, решили остаться на линейке пятерки. Ну, мы так не рекомендуем делать. Почему? Потому что в конце года, 3 декабря, семерка, уже заканчивается поддержка PHP. Сейчас только security апдейты идут. А в конце года, 31 декабря, 5.6 заканчивается поддержка. И вот то, что сейчас написано для версий 5.3, 5.4 и 5.5, в вольном переводе, что необходимо как можно скорее обновиться, потому что у вас потенциальные уязвимости. Такая же надпись в начале следующего года будет для всех версий PHP до 7.1. Поэтому мы рекомендуем переходить сразу на версию 7.1, хотя бы потому, что эта версия, ну, она банально быстрее работает, чем линейка пятерки. То есть вы просто будете на пустом месте, вы получите ускорение работы ваших сайтов. Вот. Дальше я передаю уже слово следующему спикеру. А если ко мне будут вопросы, находите меня. Я здесь постоянно. Обращайтесь. Отвечу. На meeting point. Да, поехали. Саша Денисюк. Всем привет. Я, как мы уже сказали, Саша Денисюк. И я занимаюсь разработкой интеграции с 1С. И вначале я хочу поговорить немножко о модуле интернет-магазин плюс 1С. Как многие знают, примерно полгода назад или чуть больше вышла седьмая версия модуля. Было реализовано очень много функционала. Там порядка 20 разных фич. Половина здесь отображена. Но хочу поговорить об одной фиче, который, к сожалению, сейчас не очень много людей используют. Я объясню, что это за фича. Это возможность отправки тикетов из 1С сразу в техподдержку. Что этим оно решается? Как правило, когда отправляются тикеты в техподдержку, то не указывается служебная информация для решения тикета. Информация такая, как версия модуля, версия платформы, релиз конфигурации 1С, какое-то вообще прикладное решение 1С, какая база данных 1С. И без этой информации, как правило, невозможно решить тикет. И когда начинается диалог с техподдержкой, то всегда возникает сначала такой момент. Идут уточняющие вопросы. А уточняющие вопросы, как правило, это увеличение времени решения тикета. И если вы отправляете тикет с нашего модуля, то вся эта служебная информация автоматически генерируется, прикладывается к самому тикету и более быстро решается сам тикет. Еще также, как, наверное, уже все знают, то что при обновлении битрикс-правления сайтом у нас вместо заказа стало 3 документа. Заказы, оплата и отгрузки. И с этим возникло очень много проблем. И люди стали понимать, как правильно настроить так, чтобы отгрузки не исчезали или оплаты не исчезали. И последние полгода я с Юрой Волошиным собирали аналистику, статистику, спрашивали клиентов и партнеров, как они используют наш модуль, какие кейсы они используют в настройке. Мы выбрали 4 основных кейса и начали их тестировать и прогонять. За последние полгода было проведено 4 вебинара, и 2 вебинара было проведено, на которых именно мы показывали, как и работают эти кейсы. Как правило, кейсы они стандартные. Заказ делается на сайте, отгрузка делается в самой 1С, потому что 1С это учетная система, и в ней делать это намного удобнее. А оплата в зависимости от бизнес-процессов работает. То есть может быть как и смешанная, так и в 1С, так и на сайте. Все эти кейсы работают, мы их показываем, так что можете спокойно ставить модуль и настраивать. Теперь, как уже было, Сергей на презентации рассказал, что выходит новый модуль интеграции битрикс24 и 1С. На предыдущей битрикс идеи я рассказал, что у нас в планах новый модуль. Я рассказал, что у нас планируется использоваться новые технологии, используются через REST API, передавать на JSON, и были рассказаны предположительно, какие данные будут передаваться. И на текущий момент мы реализовали на первом этапе. Подчеркиваю, первый этап это означает, что реализация модуля на текущей реализации битрикс24. То есть на втором этапе это уже будет реализация уже с интегрированным интернет-магазином. Это подчеркну, чтобы многие понимали. И на первом этапе у нас реализована следующая синхронизация, то есть обмен в обе стороны. Это синхронизация контрагентов. Причем если контрагент юрлицо, он попадает в компанию, если физлицо, попадает в контакты. Многие просили, чтобы для УТ была немножко другая схема. Для УТ схема будет следующая. Компании или контакты будут партнеры, реквизиты компании, контактов это будут контрагенты. Также будут передаваться, соответственно, контрагенты, адреса контрагентов и банковские счета контрагентов. Будут передаваться данные о товарах. На первом этапе это будет упрощенная схема, товары будут простые. То есть если есть характеристики, то она будет сконвертирована в сами товары. Помимо самих товаров будут передаваться разделы товаров, единицы измерений товаров и свойства товаров. Ну и естественно будут передаваться счета. И все это будет реализовано в режиме реального времени. То есть создали в 1С, он в режиме реального времени попал в B324. Создали или изменили B324, этот элемент попал или обновился в 1С. Когда делали реализацию в реал-тайм, то если со стороны 1С, все было просто. Потому что у нас уже есть модуль 1С-триггер, который в упрощенной схеме выгружает из 1С. Так как у нас этот модуль сложный, используется в рестапе, и есть ограничения в рестапе. Кстати, если кому-то интересно, я могу потом уже рассказать, с чем я столкнулся, разрабатывая. То пришлось немножко оптимизировать выгрузку. В данном случае изменения не сразу попадают, когда изменился элемент, он не сразу попадает в таблицу изменений, а во временную таблицу. И потом уже в фоне определяется, нужно выгружать этот элемент или не нужно выгружать. Если нужно, то он в фоне попадает в таблицу изменений, а потом выгружается в реал-тайме. Если с 1С в принципе ничего сложного, то с B324 все было намного сложнее. Потому что нужно было решить две задачи. Первая задача – это как-то научиться регистрировать изменения в B324, а вторая задача – как-то сообщать 1С, что эти данные были изменены. Поэтому был изменен на рестапе и добавлен новый метод. Во-первых, был изменен метод eventbind. Этот метод, который позволяет регистрировать события элементов. То есть если запустить этот метод, например, события, чтобы на добавление кампании, то тогда если кампания добавится, то появится сообщение, что кампания добавлена. Был добавлен новый параметр offline. Он означает, что если события зарегистрированы в режиме offline, то изменения попадают в определенную новую таблицу специальных изменений. Соответственно, раз мы регистрируем все эти события, то нужно было добавить все события, которых не было для обмена. Например, у нас B424 раньше было только события для компаний, контактов, счетов и товаров. В итоге мы добавили события для реквизитов компаний и контактов, для адресов, для банковских счетов, для единиц измерения, для разделов, для свойств товаров. Помимо этого добавился новый метод event offline.get, который позволяет получать эти изменения. Метод очень крутой, у него очень много параметров. И в зависимости от разных режимов работы, от режима стабильности, надежности, он по-разному получает данные. Он может сразу получить и очистить эти данные. Или же пометить, что он захватит их и потом по результату обработки в учетной системе, будь то 1С или другая, или удалить, или пометить, что он ошибочный. И повторно с ним уже работает. Если кому-то будет… Механизм очень крутой. Если кому-то будет интересно, как это работает, спрашивайте. Потому что механизм действительно потенциально очень-очень крутой. И с помощью вот этих вот связок трех параметров вообще реализованы real-time. У меня real-time, а регистрация изменений. Ну и, конечно же, был добавлен новый метод для сообщения информации 1С, что появились какие-то новые изменения. Поэтому был добавлен метод pool application config get, который позволяет сообщать 1С, когда появилось хоть какое-то изменение в этой таблице. Как… Алгоритм вкратце, как у меня вот работает в 1С. 1С подключается к серверу push and pull и ждет. Она периодически каждые 40 секунд вроде бы переподключается и каждые 12 часов получает новый идентификатор сообщения. Если в битрикс24 создался или обновился какой-нибудь элемент, который у нас записан как оффлайн событие, этот элемент попадает в таблицу изменений и сразу же идет сообщение 1С о том, что появилась какая-то запись изменения. 1С отправляет запрос по получению этих данных и получает весь список по 50 элементов этих все изменений. и по названию событий определяет какой-то тип данных. Собирает массив тип данных и потом делает соответствующий запрос. Например, crm.company.get. Получает эти элементы, загружает их или пытается их обновить или забавить. Если получается все добавить, например, сообщение, что все хорошо, элемент записан. Тогда этот элемент удаляется с этой таблицы изменений. Если же все плохо, то он помечается, что ошибочный. И потом уже с ошибочной можно отдельно… или отдельных получить ошибочный, или же вывести сообщение пользователю, что такой-то элемент не удалось выгрузить в 1С, и нужно ваше действие. Как это все работает? На этом видео показано, как настраивается, и кейсы, когда создается контрагент в 1С, юрлицо, как он в режиме реального времени попадает в B324, B324 мы его изменяем, он изменяется в режиме реального времени в 1С, в 1С изменяем, он меняется в B324, и в обратную сторону создаем контакт, B324 попадает в 1С, и в 1С мы его меняем. То есть тут показана полностью работа в режиме реального времени. Еще такой момент, то, что когда разрабатывался модуль интернет-магазин плюс 1С, то мы делали максимально, чтобы он максимально функциональный, чтобы не нужно было его дорабатывать. И, конечно, с одной стороны, это хорошо, что не нужно привлекать стороннего разработчика 1С, который бы это все кастомизировал, но в один и кал другая проблема. Модуль стал очень-очень сложный, и чтобы в нем разобраться, нужно было смотреть кучу вебинаров, общаться с их поддержкой. Поэтому мы здесь попытались найти баланс. То есть предоставляем здесь функционал, который максимально необходим для клиентов, и в то же время не добавляем тот функционал, который малозначен. Потому что очень часто бывает, что функционал некоторым нужен 5% клиентов, но он нагомождает очень сильно и усложняет. Поэтому у нас сейчас предоставлен только тот функционал, который в большинстве используется. Если же будут запросы, например, чтобы был какой-то новый функционал, например, как у нас был с 11-стрекером, просили, чтобы можно было прицеплять к контрагентам ответственное лицо, чтобы оно попадало в битр24. В принципе, в этом модуле это реализовано. То есть если будет функционал, у которого будут очень большие потребности, то мы, конечно, его добавим. Какие будут конфигурации поддерживаться? Поддерживаться будут конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0, управление нашей фирмы редакцией 1.6, управление торговлей редакцией 11, и управление торговлей редакцией 10.3. Главный вопрос – когда? В первую очередь будет выпущена конфигурация, будет модуль для конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. По двум причинам основным. Первая причина – то, что это самая распространенная конфигурация из всех. И вторая причина – это то, что очень было много от нас жалоб в том, что мы всегда делаем интеграции, в первую очередь, для торговых конфигураций. И мы не рассматриваем конфигурации, которые были распространенные, которые общепризнаны, так сказать. Поэтому мы идем на встречу и делаем для, в первую очередь, для бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Планируется, что выйдет для этой конфигурации в марте. Осталось там еще раз делать финальное тестирование, сделать документацию, причем документация будет немножко в другом виде. Та документация, которая есть для модуля интернет-магазин плюс 1С, она хорошая, но она немножко для другого. Она общая, техническая. Тут будет документация в стиле больше, как настроить и такой мини-мастер-класс. Так что остальные, не знаю, если получится, то, скорее всего, в апреле будут. Скачать же в нашем модуле можно, как правило, на нашем сайте 1s.1sbitrix.ru. В разделе для интернет-магазина можно скачать модуль интернет-магазина в разделе для B324 и можно скачать модули для B324. Причем, как вы видите, страница скачения модуля для B324 немножко изменилась. Сейчас уже там тоже можно будет скачивать предыдущие версии. Можно видеть, для какой версии это тестируется. То есть делалось по налоге так, как сделано для модуля для интернет-магазина. Спасибо за внимание. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Добрый день, коллеги. Я, Евгений Петриченко, отвечаю за мобильное приложение в компании 1sbitrix и, соответственно, буду рассказывать именно про мобильное приложение, про новинки. Сначала будет первая часть про интерфейсные изменения, а вторая часть про то, что под капотом этих интерфейсных изменений. Итак, как вы знаете, до нового года мы выпустили новую версию B324, которая довольно сильно изменилась в плане визуальном. То есть теперь у нас появилась новая навигация, новый дизайн, светлая тема, обновленные видеозвонки, телефония и новая технология разработки мобильного приложения. Она нигде не анонсировалась, она пока используется только внутри компании, но все новые изменения были сделаны именно с помощью этой технологии, и я о ней расскажу. Давайте по порядку. Итак, обновленный интерфейс. Вы видите слева старое приложение синенького цвета, которое выглядело, собственно, вот так. У нас был слайдер, вправо-влево открывался, справа там было меню, слева был чат. Теперь этого всего нет. У нас появилась табовая навигация, как в модном Facebook, в других приложениях. Это нам позволило создать 5 пространств для работы, и можно легко между ними переключаться. Все, что вы видите, вы, наверное, видели в своих B324, наверное, много у кого он есть, поэтому много рассказывать я здесь не буду. Итак, можно остановиться на других моментах. Чат. То есть это самое главное изменение. Сергей Рыжиков сегодня на презентации сказал, что мы будем дорабатывать этот чат в этом релизе. До конца у нас будет создание чата и новый диалог в чате. Пока мы выпустили только список, теперь он изменился. У нас есть нормальный поиск, который поддерживает по страничку. Много пользователей. Если какой-то B324, и у вас очень много пользователей, теперь он не тормозит. Теперь у нас есть стандартные действия над элементами списка, как в модных мессенджерах Telegram, Viber и так далее. И мы, в принципе, приблизились еще немножко к нормальным мессенджерам. Результат работы всего этого вы видите. Раздел «Еще» у нас появился. Это то же самое меню. Оно раньше было слева. Теперь оно находится под тремя точками в пятом табе. Он содержит те же самые пункты, что и обыкновенное меню. Но плюсом ко всему он еще содержит теперь дополнительные фичи. Это поиск. То есть теперь можно поискать пункты меню. Например, если оно очень большое, у вас очень много групп. Вы можете найти, например, раздел «Лиды». Найти какую-то группу, в которой вы состоите, и прямо оттуда перейти к этой группе, к этому разделу какого-то функционала. Можете перейти в профиль. Из этого же раздела можно позвонить. Теперь номеронабиратель, который раньше был в чате, теперь он переместился сюда. Кнопочка «Позвонить». Одни из скрытых фич – это прямо создание сущностей из этого меню. То есть можно создавать, например, события, сдвинув вправо и нажать кнопочку «Добавить». Опять же, нигде это не показывалось, но теперь вы знаете, что отсюда можно это все создавать. И номеронабиратель. То есть отсюда можно позвонить. Все эти звонки будут фиксироваться в CRM. Все, кто пользуется, знают. Идем дальше. И приложение наше, как вы знаете, наверное, многие разрабатывали на нашей технологии Bitrix Mobile. И наше приложение Bitrix 24 разработано именно на этой технологии. То есть, напомню, это технология разработки гибридных приложений. Это означает, что в основе лежит браузер, который позволяет, между тем, еще использовать возможности телефона. То есть это доступ к камере, акселерометр, файловая система и так далее и тому подобное. Но интерфейс рисуется именно на HTML, логика пишется на JavaScript. В нашем случае логика еще и лежит на сервере. То есть, соответственно, приложение подгружает все странички сервера. И это дает ряд преимуществ. То есть приложение, во-первых, как я уже сказал, пишется на HTML, JavaScript. То есть любой разработчик, который знаком с этими инструментами, может написать приложение. Выпуск приложения не требует обновления в App Store или Google Play. Можно просто обновить скрипты, интерфейсы на сервере. И пользователь, у которого есть приложение, все это увидит. Единая разработка для мобильных платформ. То есть это одновременно для Android и для iOS. Скорость приближена к нативной. И комбинированный нативный интерфейс с HTML. Это фишка непосредственно Bittrex Mobile. Главная проблема во всей этой технологии, которая нас отличает периодически от нормальных нативных приложений, это, соответственно, браузер. То есть браузер имеет свои ограничения. Не все в нем можно сделать. Не все можно сделать анимации. И вообще бывает сложно сделать какое-то приложение, которое похоже на какое-то хорошее другое приложение. И мы подумали, что эту проблему хотелось бы решить. И мы сделали внутри у себя другую технологию, которая позволяет разрабатывать приложение без браузера, но с использованием дживаскрипта. Назвали мы ее так, javascript native, то есть сокращенно jnative. Это внутреннее название, которое пока еще никуда не идет, но сокращенно так называется. Эта технология позволяет создавать мобильные приложения с использованием абсолютно полностью нативного интерфейса и управлять всем этим через дживаскрипт. Никакого браузера здесь нет. Исполнение дживаскрипта происходит непосредственно напрямую в движках JavaScript Core на iOS и V8 под Android. Для каждого интерфейсного элемента используется отдельная виртуальная машина дживаскриптовая. Соответственно, все это работает в отдельных потоках. И управление интерфейсом происходит скриптом, который опять же лежит на ударенном сервере. То есть разработчик может в любой момент обновить логику, обновить поведение своего приложения и не перевыпускать приложение. Единственное, что он не сможет обновить, конечно, интерфейс, но это уже наша задача – обновлять такие интерфейсы, которые они полностью удаляли и закрывали все задачи разработчика. Ну и главный, наверное, плюс – эта технология еще и работает с плагинами Cordove. То есть на Cordove построена наша текущая технология Bittrex Mobile. И мы постарались сделать так, чтобы Genative использовал те же самые плагины, чтобы не писать тонны код и решать те же самые задачи, что мы решили ранее. Итак, давайте пробежимся по конкретным сущностям Genative. Это модули, это компоненты и это виджеты. Модули включают в себя функции, которые необходимы разработчику для реализации каких-то определенных бизнес-задач. То есть это не бизнес-задачи, допустим, сделать запрос на сервер, сделать веб-сокет-соединение. Я дальше об этом скажу. Компоненты – это некая сущность, это некое пространство, в котором разработчик может выполнять свой JavaScript-овый код и управлять своим UI. А виджеты – это непосредственно UI, то есть он является частью компонента. Итак, модули. Модули предоставляют ряд базовых возможностей. Сейчас, на данный момент, наша технология, наша платформа новая содержит модули, которые указаны на экране. Это веб-сокеты, аяк-запросы, модуль таймеров, set-тайм-аут и так далее. Дело в том, что нам пришлось реализовать базовые функции, именно потому что в голом JavaScript, в отличие от браузера, всего этого нет. То есть мы все это написали заново. И, в принципе, наши разработчики, разрабатывая Bitrix24, были полностью довольны тем, что у нас есть. Модуль звонков, модуль управления самим приложением экранами, Page Manager, модуль REST. То есть все наши новые экраны, все наши новые фичи работают через REST. Компоненты. Как я уже сказал, компоненты – это пространство для выполнения своего произвольного JavaScript с отдельной выделенной виртуальной машиной и API для управления UI. Но компоненты точно так же могут еще использоваться как фоновые процессы. Если здесь есть, конечно, разработчики, они, наверное, знают, что есть такие веб-воркеры в Хроме. Это фоновый процесс, который можно запустить, который будет там висеть и выполнять какую-то очень долгую задачу. А в определенный момент взять и выдать результат на основную страницу. И, собственно, пользователь этого не заметит. Вот это примерно то же самое. И компонент может находиться в таком состоянии, выполнять, например, загрузку больших данных, служить как лонг-пуллинг клиентам и так далее и тому подобное. Ну и виджеты. Виджеты – это, наверное, самая важная часть данной платформы, потому что она полностью пишется отдельно на Android и отдельно под iOS. И это то, что видит пользователь, то, с чем он взаимодействует. И это уже не браузер, это полностью нативно. То есть, соответственно, абсолютно другой пользовательский опыт. Пока в нашей платформе есть несколько виджетов. Это чат. То есть, у кого есть Bitrix24, видит, что первым загружается сейчас чат. Это и есть тот самый виджет. Создание чата. Сергей показывал на своей презентации создание чата. Это простые списки и меню. Тоже меню вы все видели. Ну, это упрощенная схема работы. То есть, есть некий менеджер компонентов в нашей системе, который управляет компонентами, создает их, удаляет. Компонент в то же время делится на две части. Логическую часть и UI-ную часть. Как я уже сказал, логическая часть – это виртуальная машина со всеми подключенными модулями. А UI-ная часть – это виджет, это то, что видит пользователь. Стрелочками желтенькими, которые вот прям хорошо выделены, показаны взаимодействия. Как вы видите, с сервера разработчик загружает свой скрипт, что позволяет ему просто управлять UI через управляющий JS-объект и пользуется функциями модулей. То есть, выполняясь в отдельной дживоскриптовой машине. Это упрощенная схема. И сейчас я покажу. Вот, это зона действия разработчика. Вот она указана здесь. И сейчас я покажу на примере, на очень простом, как все это работает. Создается… у нас есть специальный компонент MobileJS-компонент. Он является роутером этих компонентов, которые будут отображаться в GeneActive. Мы создаем компонент демо и обязательный файлик component.js. На самом деле в компоненте много файликов. То есть, там и лэнг-файлы, и дживоскриптовые расширения, и исполняемый файл компонент PHP, в котором можно реализовать какую-то генерацию каких-то данных. Но в данном случае достаточно одного файлика. Я здесь пишу console.log, который позволит нам узнать, что компонент действительно загрузился. Перед вами эмулятор операционной системы iOS, живая лента. Я открываю консоль и выполняю функцию открытия компонента. Обратите внимание, если вам плохо видно, я прокомментирую. Я обращаюсь к скрипту, это путь к моему скрипту. Указываю, что мой управляющий объект будет называться MyList. То есть, в объекте, в дживоскриптовом пространстве будет создан объект такой, через который я могу общаться с интерфейсом. Мы открыли этот виджет. Он называется simple. Я указал это название при открытии компонента. И мы видим, что loading ничего не происходит, именно потому что мы не заполнили наш список. Давайте попробуем этот список заполнить. Как мы видим, в отладчике появился наш компонент. То есть, мы создали дживоскриптовый контекст. Видим надпись. The list is ready to use. Значит, это тот самый компонент. Это мастер-класс почти. Выполняем MyList и добавляем элемент. Title идея и subtitle обязательно приходите. То есть, в реальном времени, в синхронно, он добавляется в список. То есть, разработчик может вертеть этим списком как угодно. Еще давайте попробуем что-нибудь сделать. Допустим, добавим картинку. Вот я добавил картинку. Теперь у моего элемента списка есть картинка. Главное, конечно, функция элементов списка – это какое-то действие на них. То есть, разработчик должен навесить какое-то действие на клик или на свайп. Вот давайте добавим свайп. Я добавил свайп. Выполнил. И теперь посмотрите. Я могу сдвинуть ячейку, и у меня будет свайп. Все, кто пользовались нашим чатом последним, видели, что там есть три действия в чате. То есть, вот именно так все это добавляется. И это все делается очень просто. Теперь нам нужно добавить на этот свайп, на это действие, перейти на сайт, собственно, какой-то фидбэк, что-то должно произойти. Я навешиваю на свой обработчик, на свой лист обработчик нажатие, проверяю, что это действие on-item action, и должен открыться сайт идеи. Нажимаю. Действительно открывается сайт идеи, разработчик может сделать абсолютно любое действие и со списком, и удалять какие-то элементы, и перемещать их в реальном времени, что угодно. Эта штука работает в оффлайне, потому что каждый раз, когда компонент загружается, он помещается в версии, и технически ваше приложение, когда один раз загрузилось, оно всегда будет работать в оффлайне, пока разработчик на сервере не скажет, что нужно обновить скрипты. Все общение с сервером происходит через REST. Все очень просто. Давайте еще раз посмотрим, что здесь является чем. То есть это виджет, то есть это то, что видит пользователь. Это виртуальная машина отдельно, в которой выполняется ваш удаленный скрипт. Майлист – это объект, который был внедрен в этот контекст для управления интерфейсом. Основная идея этого доклада в том, что мы хотим понять, нужна ли партнерам такая технология и развитие этой технологии. Если будет спрос на эту технологию, то мы приложим все усилия, чтобы отдать вам это API, и вы сможете делать свои приложения для ваших клиентов. Спасибо. Жень, да, спасибо большое. Есть тебе один вопрос из онлайна. Вот ты говоришь про новинки мобильного приложения. А вот скажи, я знаю, что этот вопрос часто спрашивали. А бизнес-процессы в мобильном приложении будут наконец-то? Бизнес-процессы в мобильном приложении у нас уже есть. Вопрос в том, может быть, какая-то есть конкретика в этом вопросе. Конкретики нет. Конкретики нет. У нас есть буквально 5 минут, готов выслушать пару вопросов из зала. Ко всему, что было. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Климов Евгений. Я работаю в нескольких компаниях. Значит, подскажите, пожалуйста, вот демонстрация показывала технологию виртуальной машины, которая исполняется некто отдельно. Эта виртуальная машина исполняется, я так понимаю, где-то на сервере, да? Нет. Она исполняется на мобильном устройстве. Все верно. А то, что вы показывали, это просто отладчик, который коннектится к эмулятору. Все верно, да. В данном случае он подключается к виртуальной машине и выполняется внутренний код. Тут просто хотелось понять, именно как компоновка осуществляется, то есть как делается билд для того, чтобы залить уже непосредственно в девайс. То есть вот эта часть, как бы, ну то есть вот мы поменяли что-то на сервере, да, и должна обновиться логика на клиенте. Здесь я показывал, спасибо за вопрос, я показывал довольно базовый пример. И в рамках 15 минут невозможно показать. Я просто упомянул, что есть определенная система версионности, то есть компонент имеет версионность, и достаточно только инкрементировать версию на сервере, приложение автоматически обновит, перезакачает ваши скрипты, сохранит их, закреширует под определенной версией. То есть достаточно просто сказать об этом на сервере, в приложении, и все. И перевыпускать не надо. Олег. Да, иду. Евгений, большое спасибо за доклад. Меня зовут Алексей. На самом деле я просто хочу сказать, что то, что вы делаете, оно востребовано, потому что от клиента действительно часто приходит запрос на нативные функции. Уже многие начинают разбираться, что такое просто эмуляция браузера, и они говорят, что субъективно, что это хуже, и просят именно нативную версию, поэтому вы идете в правильном направлении, от нас это тоже востребовано. Спасибо. Последний вопрос, и двинемся уже дальше. Кому? Кто? Спасибо за доклад. Максим, 2B Design. Вопрос такой по поводу управления внешним видом. Если это натив, то управление идет через HTML, KSS, как обычно? Нет. Вот здесь, как менять внешний вид? Те виджеты, о которых я говорил, они в принципе довольно целостные. То есть если, допустим, это список чатов, он выполняет функцию списка чатов. Если это список, он выполняет функцию списка. Вообще у меня есть определенная теория, что все элементы в мобильном приложении список. Ну то есть, потому что все прокручивается вот так. И только тут вопрос верстки блоков. У нас есть средства для стилизации элементов. То есть они больше похожи на флексбокс, то есть внутренние. Опять же, я про них не рассказывал, потому что там много рассказывать. И такие средства есть. То есть можно добавлять иконки, красить, размеры менять и все такое. Пока нет полных возможностей, допустим, позиционирования. Но это вопрос востребованности. То есть эту штуку можно добавить. Но сейчас уже подвижки в этом плане есть. Это не CSS, но есть свои средства для стилизации. Спасибо, Женя и коллеги.